Поехали! Погнали! Снимаем моды на Slay the Spire. Йоу! На Slay the Spire разработчики обещают скоро ввести официальную поддержку модов через Steam Workshop. И тогда я с радостью попробую. Пока она неофициальная, я не хочу. Потому что с ними очень много мороки. А я очень занятой человек. У меня большой бизнес, который мне нужно ввести, поэтому у меня нет времени. И знаешь, что я вообще выше всего этого, выше модов. Моды это для обычных людей. А я очень крутой. Поэтому у меня нет на это времени. Ну, это, если что, сарказм, всё. И, кстати, у меня есть история по поводу мудаков и всего такого. В общем, у нас в магазине чувак хочет заказать мебель, да? Что-то он на 100к хочет мебели купить себе. И он... В общем, я сейчас расскажу про его историю. Короткая история, но она имеет смысл. Я знаю, что мебель всех... Очень, очень интересно всем мебель на стримах по Enter the Gungeon. Это вот... Именно за этим сюда все приходят. За моими историями про мебель. А, в общем... Чувак хочет у нас заказать мебель. И он как договорился. Он работает каким-то строителем. Ну, типа, частные там отделки помещений, делает всю фигню. И он какому-то крутому очень чуваку... Ну, крутому какому-то миллионеру сделал... Сделал ремонт. И, типа, на 100к. И договорился с этим миллионером, что... Он... Ему сделал ремонт, но миллионер ему не отдаст деньги просто... Наличными или чего-то. А миллионер этот... Перечислит нам бабло через свою компанию. Ну, типа, оформит заказ мебели на 100к. Через нашу компанию. Ну, и мебель отгрузит ему. Ну, миллионеру это нужно, чтобы сэкономить там какие-то проценты. Я не разбираюсь в подробностях, но... Это действительно есть такая фишка, что когда компания... Между собой, когда в компании проводят сделки, То там... У них есть возможность как-то... Как-то потом экономить проценты с НДС или что-то такое. В общем, я в подробностях не разбираюсь. Но... Нам нужно 40. Одна из синергии... Маленького бомбардира... Это коронная пушка. Поэтому мы можем ее получить отсюда. 40 мы до конца этажа должны набрать. Соответственно, этот чувак пришел к нам, ну, рассказал всю ситуацию. Там все ему сделали, проект мебели, да. И он собирается у нас заказать. Ну, и... Собственно, осталось только, чтобы этот чувак, который миллионер, Перечислил ему через свою компанию... Нам, точнее, деньги, чтобы мы ему отгрузили мебель. Ну, и миллионер... Ну, все шло хорошо, пока миллионер не решил его кинуть. Потому что, ну, 100к это очень большие деньги для миллионера, видимо. И он решил тупо кинуть своего чувака, который ему делал ремонт. И он ему начал счесывать. Типа, он говорит, да не, не, все, я заплатил деньги. То есть, тебе мебель уже должны привезти. А он не то, что не заплатил. Он даже не выслал свои реквизиты, чтобы мы ему выставили счет. Ну, то есть, он тупо его кидает, этого товарища, который хочет мебель купить. Который ему ремонт делал. То есть, он его тупо кидает. Он решил кинуть работягу. Просто так, видимо. Потому что... Ну, потому что может, да. Потому что он считает, что он лучше других людей, выше. Потому что он богатый, что ему, что ему сделается, да. Что ты ему сделаешь. Если ты будешь сильно много умничать, он, наверное, приедет на джипе и расстреляет тебя. Ну, такая логика. Я не совсем понимаю, но я думаю, что типа того. Ну, или типа недовольные лохи, недовольные всегда и всем. И их надо кидать, да. По кухням идет череда бесед. Поэтому мы с этим разберемся. И кинем их, лохов. В общем, козел этот чувак. И он кидает пацана на бабло. На 100к. И, соответственно, все уходит никуда. И я не уверен, что это всегда так со всеми миллионерами действует. Но почему-то они такие попадаются. Я уже рассказывал про историю про еще одного миллионера. Владельца там больших строительных компаний. Который у всех стреляет сигареты. Чтобы экономить себе деньги на сигаретах. Этот чувак то же самое. Ну, я не знаю, откуда оно такое появляется. Это типа мышление наподобие все кругом лохи. Один я крутой или что? Я не знаю. Ну, это, наверное, знаешь что? Это, наверное, мышление типа хищник. И добыча, да? То есть, знаете что? Давайте синергию прямо сейчас возьмем. По идее это... А, блин. Это может быть синергией для пиратской пушки. Фак. Не надо было пиратскую пушку брать. У нее плохие синергии. Плевать. Какие-нибудь синергии лучше, чем никаких. Дай мне только синергию. Оу, йоу. Это намного лучше. Пузырь пушка, горячий воздух. Так. Это апгрейд на пиратскую пушку? Или это апгрейд на... Мне кажется, что это апгрейд на пузырь пушку. Но если это апгрейд на пузырь пушку, то это бомба. Походу на пузырь пушку. Окей, погнали. Есть вот это отношение какое-то, что типа... О, мой бог. Я сразу провтыкал и пузырь пушку, и, блин, патрон мастера. Жесть какая-то. Есть отношение такое. Ну, и некоторые книги по лидерству и так далее не учат. Типа, нужно считать себя хищником. Нужно быть акулой в море... В море добычи. Типа, все вокруг добыча, а ты акула. И то, если ты будешь с ними плохо поступать, то это значит, что ты просто хищник, а не добыча. И нет ничего плохого в том, чтобы добычу, типа, кинуть там или еще что-то. Ну, потому что волк съедает овцу, правильно? И в этом... Ну, это нормально. Ну, овца, да, конечно. Овца будет дохлая после того, как волк ее съест и все такое. Ну, она же... Она же добыча, она травоядная. А волк он хищник, он мужик. Я очень плохо к такому отношусь мышлению. Оно мне совсем не нравится. Наверное, в основном, потому что я овца. А нифига не волк. Я когда-то видел картинку в интернете. Типа, такой чувак заходит в вагон метро и смотрит. О, кругом овцы. Типа, бараны только один. Я понимаю, что в жизни правильно. Я вам скажу, как я. Я захожу в вагон метро, я смотрю. Блин, кругом овцы. Они все просто люди, которые не шарят, не добились ничего, не ездят на мерседесах. И я тоже овца. И это нормально. Я не хищник. Я решил для себя, что я по жизни нифига не хищник. Потому что я не хочу быть хищником. Я не хочу есть овец. Я лучше буду овцой. Может быть, меня съедят. Да, может быть, эти волки в итоге меня съедят и будет плохо. Но зато я буду хороший до того момента, как меня съедят волки. Это же нормально. Но зато я более-менее честен с собой. Потому что... Так, нам нужно потрогать на пузырь пушку. Потому что есть еще люди, которые считают себя волками. Но на самом деле они просто овцы, которые очень наглые. И которые расталкивают других овец и мешают им. Там, ну, я не знаю, какие-нибудь... Это таким образом... У меня был чувак знакомый, который ворвал в магазинах. Он все время воровал в магазинах. С ним нельзя было ходить в магазины. Ну, в частности, в супермаркеты. Потому что он всегда что-нибудь крал. Оно ему не нужно нифига. Но он крал. Просто ради того, чтобы украсть. И он это аргументировал как раз подобным образом. Что, типа... Ну, и чего? Ну, я... Да, я ворую там... Да, этих продавцов потом оштрафуют за то, что я у них там украл это все. Ну, а я же... Это, типа, это нормально. Это у нас идет естественный отбор. Черный флаг. У нас сегодня с синергиями все в порядке. Черный флаг трэш синергия. Она, по-моему, нифига не добавляет пиратской пушке. Ну, скажем так. Черный флаг не трэш. Но... Сам по себе... Но сам по себе... Сам по себе пиратская пушка настолько плохая, что... Ее не спасают с синергии. И он аргументировал, этот чувак, именно свое воровство в магазинах вот этим. Что, типа, люди заслуживают. Если они не могут, типа, уследить за своим... За своими вещами в магазине, там, или если они за своим кошельком не могут уследить, значит, они виноваты, да? Но это безумная логика. Это логика, которую используют козлы для того, чтобы аргументировать свою козлиность. По-любому. Потому что это... Это безумие. Но это... Это не проходит даже первую проверку логики. Но это то же самое, что... Когда... О, господи. Не надо мои патроны забирать на нормальную единственную мою пушку. Это та же логика, которая аргументируют воры, когда они, там, крадут кошельки в транспорте, да? Типа, ну, надо было лучше прятать свой кошелек. Вот если бы его не было так легко украсть, то... Я бы его не украл. Ну, либо альтернативно, ты мог бы его вообще не красть. Ну, я уже много раз говорил, что я не уважаю воровскую культуру. Абсолютно. И я не уважаю воровство у других людей. Я уважаю воровство в Ганжине, потому что оно позволяет нам на крысу, на шару сходить, не тратя 115 гильц. Но продавец в Ганжине, он набор пикселей, да? А продавцы в магазинах, они нормальные. И я помню, когда я еще работал в прошлом магазине, то там как раз была ситуация, что заходит чувак... И, по-моему, я тоже рассказывал про это, но что чувак заходит и такой, типа, купите у меня духи там, какие-то брендовые хорошие духи. Почему такие дешевые? Потому что краденые. Они 100% были не краденые. Он... Это просто, типа, наверное, сетевик. А-а-а! Как я... Все время теряю все патроны на это хорошее оружие. Это он просто сетевик, но, видимо, придумал себе фишку. Типа, они краденые, поэтому они такие дешевые, эти духи. Но я его выгнал оттуда очень быстро, потому что, ну, я решил на него наехать, воспользоваться его возражением. Типа, ты нормальный, ты в одном магазине украл, приходишь в другой магазин, где работают такие же продавцы, и ты хочешь, чтобы мы у тебя покупали. Чтобы мы не вызвали полицию, а чтобы мы тебя покупали. Ну, я ему сказал, что... Ну, я вызываю ментов. Ну, он сбежал. Конечно, я не вызвал ментов. Потому что он 100% действительно их не крал. Ну, в общем... В общем, я... Да, я решил, что я нифига не хищник в жизни. Что я... Травоядная. И это нормально. Я согласен быть травоядным. В этом нет ничего плохого. Во-первых, шансов, что тебя съедят, Немного. Ну, по какому принципу действуют травоядные... Стада травоядных? Что их много. Намного больше, чем хищников. Там, те же антилопы гну. Их до хрена. Их очень много. Поэтому шансов, что тебя сожрет крокодил, когда ты переходишь реку, ну, их очень мало. Окей? Что главное, когда ты травоядное делать, надо не идти первым в реку. Надо просто... Надо быть умным травоядным. И не лезь вперед. Заходить надо просто в последнем, и все будет нормально. Тогда эти крокодилы уже наедятся, и они... Им будет не до тебя. Так что, да. Есть такой еще способ. Травоядный, который ест мясо. Да-а-а! Я не могу перейти на вегетарианство. Я не могу. Мне очень нравится копченая курица. Ну, ты понял. Ты понимаешь, что меня говоришь. Что я травоядный, в смысле, как мое поведение в социуме. Что я там не крутой. Я не манипулирую никем. Я не пытаюсь там чего-то добиться за счет других людей. Потому что хищник, он будет использовать другие живые существа для того, чтобы добиться целей. Ну, конкретно эта антология имеет в виду, что хищник использует другие живые существа для того, чтобы... Ну, разумные живые существа, например. Для того, чтобы поглощать из них питательные вещества и в итоге стать сильнее. Накушаться и стать сильнее. Блин, у нас вообще с пушками бесец какой-то. Ну и, соответственно, я... Ну, среди людей это можно тоже вот понять. Ну, типа, чувак, который использует... Манипулирует другими, да? Который там ищет, чтобы кто-то за него что-то сделал. Ну, то есть, буквально любой начальник, да? Любая начальственная должность на работе. Поэтому я, наверное, никогда не буду начальствен... У меня не будет начальственной должности. Потому что... Я не смогу, окей? Я буду всем давать поблажки. Я буду такой... Ой, ты... Да, ты не можешь выйти на работу, потому что ты заболел. Как интересно. На следующий день сразу после зарплаты не можешь выйти на работу, потому что резко заболел. Да, ну... Ты же говоришь, что ты не бухал на самом деле вчера. Наверное, действительно заболел. Чего тут сделаешь? Ну... У тебя в этом плане был бы тряпкой. У меня был бы никакой начальник. И... Это хорошо, если... Тебе коллектив ведет навстречу. Но... Вообще, у начальника типа должен быть... Должна быть вот эта вот хватка использовать других. Но даже знаешь, что нет? Не у начальника, а у... Чувака, который использует NLP. Потому что все вот эти вот NLP... Нейролингвистическое программирование, все вот эти вчесовые книги, которые говорят тебе о том, как добиться там чего-то, как использовать других людей, как программировать их, чтобы они делали то, что тебе хочется. Они все примерно на вот это рассчитаны. Ну, я... Я не согласен. Ну, как бы нет. Я согласен, что оно скорее всего работает, но я не согласен с тем, что... Оно мне нужно. Точнее, я уверен, что оно мне не нужно. Я и так себя нормально чухаю. Я буду делать то, что делаю. Ну, и когда-нибудь у меня, может быть, все будет хорошо. Но у меня и так все неплохо сейчас. Но... Но, как видите, я не езжу на Мерседесе. Мерседес, наверное, это устаревшее. Я не езжу там на Феррари, на чем-то. Так что вот. Выведи чат Ютуба на экран тоже. Ну, видишь, какое дело. Мне... Я читаю... Я, во-первых, чат не читаю. По большому счету, ни там, ни здесь. Поэтому, как бы, без разницы. Расходимся, нас не видят. Кроме того, я умею говорить в бутылку. Смотрите, Бэйн. Бэтмен, ты... Мой единственный враг. Я сломаю тебе спину. Видите, какое дело? Когда-нибудь мне прилетит то же, что прилетело Тиджою. То есть, уведомление от Твича о том, что, по большому счету, тебе запрещено стримить одновременно на Твиче на Ютуб. И когда мне прилетит это уведомление, мне придется выбирать между Твичом и Ютубом. Наверное, для стримов мне придется выбрать Твич. То есть, Ютуб, я вас люблю, но система стримов на Твиче получше будет. Поэтому, такие дела. И, то есть, чат на Твиче это один из... Одно из преимуществ, почему вам стоит перейти на Твич, чтобы смотреть меня. Там лучше чат, там лучше смайлы. И плюс, у меня еще его на экране видно. Я не говорю об этом постоянно, потому что я стараюсь, как бы, аккуратно к этому вопросу подходить, но... Беспалевно пытаюсь проводить рекламу Твича. Вот. Ну и одновременно... То есть, я пробовал рестрим, включать оба чата на экране. Оно жесть. Оно получается путаница и мусорка на экране, и там нихрена не понятно. Мне не нравится, когда оба чата одновременно на экране. Оно явно не очень так хорошо выглядит. А у нас опять мини-босс. Сто процентов вот за мини-боссом спрятан алтарь. Он всегда за мини-боссом. Знаете что? Погнали сразу на мини-босса. Это, наверное, будет намного лучше идея. Не, нам нужно вот это и вот это. Надеюсь, что это не бомба. Естественно, это бомба. Кто бы, блин, сомневался. Конечно же, это гребаная бомба. Единственная надежда на то, что нам хватит двух пустышек для того, чтобы ее порвать. О, я злой. Я просто... Коза. Просто драная коза. Это бомба. Я не знаю, как с ней еще общаться. Может, это хорошо, что мы не идем на секретный этаж. Зато зато у нас... А, кстати, и здесь алтаря нифига не было. Да. Так, я не понял. У нас здесь секретка? Нет, не здесь. Из нижней комнаты. Вот отсюда. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Хорошая секретка. Так. Раз, два. И два сундучка. Кто-то, может, из вас мимик? Здесь часто мимики бывают. Нет, нифига мимиков нет. Окей. Йоу, черный сундук. И курсула. Окей. Пройдемся сначала... Просто нам по-любому надо один ключ оставить на черный сундук сто процентов. А потом посмотрим. Мне прицепилась эта песня. Она играет в... В игре... Until Dawn. Очень хорошая игрушка, кстати. Бомбовая. Слушай, я не знаю. Хотел бы я себе консоль. Наверное, было бы неплохо, но... Я же не играю в игры, которые на консоли. Я бы хотел себе компьютер, который сделан как консоль. Да? Чтобы ты покупаешь системный блок, и он у него все работает. Не надо ни Windows устанавливать, ничего, ну... То есть я хочу ПК, который работает как консоль. Я знаю, что они типа есть, но они же все хреновые, да? По большому счету. Сколько вот я не слышал про такие ПК, которые сделаны как консоли, они все криво работают, да? Они никогда не выполняют по большому счету своих функций. Окей. Ветреная пушка... Огонь. Просто адский огонь. Соп, мы нашли босса. Нет. Нам не сюда. Нам сначала надо Курсулу посетить. Если у нее есть воровство, украсть крысиный ключ, потом уже ходить на босса. А, и черный сундук, наверное, перед боссом желательно открыть. Хотя у нас есть проща. Идеальный дроп с черного сундука для нас сейчас чернодырная пушка. Или БФГ. Нам не нужно ничего для боссов. У нас для боссов есть проща, поэтому нам нужно для комнат. Здравствуй, Курсула. Мы можем, кстати, украсть большую шишку крюком. Кровавая брошь тоже была бы неплохо. То есть мы можем купить... Мы ничего не можем купить, потому что у нас... Ой, надо крысиный ключ покупать. О, господи, сейчас я икаю. О! Прошу прощения. Я забыл открыть деревянный сундук точечно. Пистолет пришельцев. Ну, если мы получим патрон мастера, то он будет отличный. Если мы не получим патрон мастера, он будет не очень. И... В общем, мы два забега проиграли, поэтому... Подряд. Поэтому я сейчас чуть-чуть сфокусируюсь на игре, окей? Немножко сфокусируемся на игре. Особенно учитывая, что у нас нету... Ну, у нас не будет древнего короля, собственно. Крыса будет проблемой, поэтому нам очень нужен патрон мастера здесь. Прямо критически необходим. Для нас главная цель сейчас патрон мастера, поэтому я иду сейчас черный сундук открывать. Надеюсь, у нас что-то топовое. Ммм... Р-2-Г-2. Это очень хороший ДПС апгрейд. Но не самый лучший. Так. Хорошо. Что мы еще можем сделать? Интересного. Мы можем вот здесь все пооткрывать, да? А нет, вот у нас зеленый сундук. Здесь будет оружие, сто процентов. Нам нужны пушки. С другой стороны, здесь... О, здесь гексапушка, отлично. И здесь у нас максимальное здоровье, плюс ледяное сердце, само по себе. Все правильно мы сделали. Плюс мы здесь можем попробовать открыть отмычкой. Что, наверное, не стоит пока делать. Обглотанный ключ 115. Нам как раз на него хватает. Но сначала тогда босс. Здесь патронов мало. Ну, рогатка для босса, по-любому. И у Курсулы мы что-то украдем. Крюком. Я не знаю, как Р-2-Г-2 будет себя вести на крысе. Потому что у него такие странные немного методы передвижения. Но надеюсь, что он нормально будет на нее реагировать. У нас, кстати, Р-2-Г-2 вообще в первый раз, наверное, выпадает. В этой подруге Писец у нас будет патрон мастера. Толстые пули плюс местная пушка. Топ даже без синергии. Да. Согласен. О, воровство. Окей. Нам... Нам не нужно воровать цепким крюком. То есть... Мы, в принципе, цепкий крюк можем сменить на воровство. Все равно цепким крюком ты два не украдешь. Две шмотки. И мы можем теперь украсть обглоданный ключ. Дымовой бомбой. И купить большую шишку плюс кровавую брошь. Да, будет много проклятия, но оно того стоит. То есть, раз, бомб, готово. И вот это дело мы покупаем. И то, и другое. И меняем отмычки на большую шишку. Да кирище проклятие будет. Просто песец сколько проклятия. Это песец. Давайте чуть-чуть притормозим лошадей. Ммм. Магнум. Тоже доп. урон по боссам наносит. Как я узнал после того, как 700 часов поиграл. Когда все откроешь, начнешь новый сейф. Я думал над этим. Пока не знаю. Пока не знаю. Будем думать, когда придем к этому вопросу. Кровавая брошь 100% лучше большой шишки. Не обсуждается. Ну, большая шишка тоже бомба. Окей. А, бомба. И глупо было бы ее оставлять. У нас нет Джимми. Но я думаю, нам не стоит красть на следующем этаже. Потому что получается. Два с половиной за одну курсулу. Два с половиной за вторую курсулу. Ммм. Один проклятие от броши. Один проклятие от... Шишки. Один проклятие за воровство. То есть, это 3 плюс 5. У нас сейчас 8 проклятия. Нам нельзя красть здесь. Иначе к нам придет дядя... Эмм... Дядя Джимми. Так что мы не будем красть. У нас есть гексопушка. Универсальное оружие для комнат. Всех превращает в куриц. Примерно один раз в 53 выстрела. Большую шишку. В комнатах в опасных. Большую шишку я здесь буду копить для опасных комнат. На этом этаже у нас задача... Сохранить броню. Вот. Если мы сможем броню засейвить до крысы, будет бомба. Если не сможем, у нас все равно много жизней, плюс кровавая брошь. Но желательно бы. Было бы просто замечательно. Так. Пошли вон, товарищи. Эта комната не стоит большой шишки. По-любому. Но с нашими пушками она легкая. Значит что? Я решил. Вторая фаза этой комнаты стоит большой шишки. А к большой шишке идеально было бы иммунитет к яду. Потому что на крысе мы уже не раз попадали, когда мы использовали большую шишку. А потом... А потом получали урон от яда. Который она разбрызгивает. Йоу, она так быстро перезарядилась. Да это же просто праздник какой-то. Да и я знаю, что мы возможно теперь из-за этого не сможем открыть пару сундуков. Из-за того, что мы все деньги потратили и не можем ключ купить. Но нам нужно всего один ключ для доступа к крысе. Если будет больше ключей. Ну это бонус. Да. Я, кстати, крыса тут. Спасибо. Спасибо, чат. Нам обязан в магазине попасться ключ. Ну не может такого быть, чтобы у нас был магазин без ключа. Правильно? Так где она? А, вот она. Неправильно сходил в комнату на крысином этаже. Ээээ. Сочувствую. Главный недостаток у нас этого забега, это сейчас отсутствие хороших пушек для комнат. Ну, у Гекса пушка хороша, но она не массовая. О, снайперская стрельба просто шикарная у меня. Она не массовая Частично здесь будет робот помогать Частично будет помогать в этом плане большая шишка Но большую шишку я больше не буду использовать во всех подряд комнатах Что раньше я ее использовал всегда-всегда-всегда в любой комнате Ну, здесь, например, это... Вау, точность Песец точно, знаете что? Да, время Пробил час И вот эта штука нас интересует с патронами Ветровая пушка должна бомбово зарулить на боссах На второй фазе крысы она будет лучше, чем рогатка Кто у нас есть? Танк, отлично Красный танк, неважно С рогаткой мы должны дамажить больше, чем его... Чем лимит урона по нему В принципе, красные боссы проблемы не вызывают Потому что у них меньше срабатывает броня Ну, отлично Вот мой патрон мастера ушел Вот мои две брони ушли Я даже не увидел Вот еще одно красное сердце ушло Ну и что? Надо было с самого начала использовать пузырную пушку Сто процентов Да, она лучше дамажит намного Нам отсюда оружие выпадет Хотя я не уверен Может нам лучше... Блин, пустышки было... Ой, пустышки Лучше пассивку было попробовать взять Плевать Здоровья более чем достаточно О, экскалибр Экскалибр норм Но он дает проклятие Скотина, тварь, урод Я... Я забыл, что он дает проклятие Нам его надо будет выкинуть Перед тем, как идти на крысу Мы сейчас его потратим Потом выбросим Ммм, можно нам пожрать Или еще скормить альтернативно Ту-ту-ту Ну, я тупанул здесь, да Это мой прогон, сто процентов Но на крысу с нами Джимми не пойдет Мы выбросим эскалибр И проклятие сбросится Ну, проклятие не сбросится, но... Ну, вы поняли меня А, красная лапа Очень интересная И она меня схватила Замечательно А она-то чем отличается, когда она красная? Ту-ту-ту-ту О, как... Просто... Праздник какой-то И все красные Все абсолютно красные У нас, наверное, сейчас Десяточек проклятий Я не знаю, сколько эскалибр дает Сам по себе Видимо, до хрена Это плохая идея Его использовать Я решил Эскалибр трэш Намного выгоднее для нас Гекса пушка Потому что даже если Противник красный Она его все равно может превратить В курятину Темно Вау Это проблема Но есть шанс, что мы Эту броню, которая у нас сейчас есть Дотащим До крысинды Так Какая-то слабая комната Всего двое Обычных стрелков с автоматами Вообще не проблема Дальше Туда я парень это хуже Но Тоже не смертельно Знаете что? Нафиг Ммм Что мы хотим в магазине? Ну, у нас много бабла Очень много бабла 79 Вообще в идеале Нам бы купить Наверное Как? Ты меня продамажил Он был не в режиме Прыжка Не в режиме прыжка Я думал, что вы не умеете Наносить ближнебойный урон Когда вы не в режиме прыжка Окей? О, боже мой А и что? Мы будем в магазине покупать Красное здоровье Походу До магазина еще добраться надо И надо, чтобы Джимми Не спугнул продавца в магазине Че-то я начинаю сомневаться Чем дальше, тем больше В правильности решения Набрать стоп проклятия Прям вот вообще Терзают меня смутные сомнения И патроны на гексо-пушку Заканчиваются Вау Ну, если стрелять так точно Как я сейчас стреляю То, конечно Да, их ненадолго хватит Пожалуйста, игра Хватит красных врагов Не подходите ко мне Не подходите ко мне, собаки Фак Здесь даже Капец какой-то Откуда столько выстрелов вокруг Да Сейчас должен быть магазин И нам нужно будет покупать лечение Я очень надеюсь, что оно там будет Просто песец, как надеюсь Что оно там будет Так, Джимми, пойдем сюда Перед крысой нам дадут Два красных сердца Но туда тоже надо еще дойти Выкини скалибр Он не нужен Да, ты прав Абсолютно прав То есть, надо выкинуть его Пускай крыса его забирает Потому что потом забудем И будет задница Быстро магазин Покупаем все хилки Конечно, хилок нет Естественно, их нет Даже приблизительно Их нет Я просто счастлив Зато есть стингер Окей Стингер Это бомба И есть куры Куры От них вешается Компьютер, но Че сделаешь Так Все По-моему, все Да, мы закончили с этим этажом Ну, стингер Топовое оружие Для крысы Очень Очень хорошее Но Не факт, что Блин, мы доживем До второй фазы Я больше всего сейчас боюсь Первую фазу Вторая фаза Не так страшно даже Поехали Варлок забил на ютуб Или нет Слушай, не знаю Скажи Ты мне Только что выпала Кустарная пушка И кокнул крысу Убил ее на третьей фазе Завидую Слушай, скинь мне видос Я поверх твоего видоса Покомментирую И типа сделай вид Что это я проходил А? Давай А я тебе отдам 50% дохода с ютуба Ну, то есть 500к баксов Покинь, как классно Слили еще Здоровье одно Так что Вообще все отлично идет Первый раз вниз Второй раз вниз Мне не нравится Эта комната Кто? Кто выжил? Какая скотина? Пожалуйста Игра Дропни мне красное сердце Спасибо, игра Ты такая хорошая Я правда не знаю Куда тебя складывать Такую хорошую Да Как же Так можно плохо играть-то Нет Третья комната Нам песец Пацаны Это песец Еще вверх Пожалуйста Комната с дропом Комната с дропом Хер И почаще Почаще превращать В курей Уж это я не замечаю Чтобы она хорошо превращала В курей Мне подсунули бракованную Гекса пушку Верните Мне деньги Так Пузырь пушка Бум Проща Бум Стингер Наверное Лучше прощи Мы попробуем Убить первую фазу Очень быстро Пузырь пушкой Прости Я не записывал Блин Ну все Сейчас Варлок умрет Мы поплачем Варлок начнет Новый забег А так цикл Пока Варлоку не повезет И дальше Сообщение ушло Я его не успел прочитать Ну я понял Что ты имеешь ввиду Очень смешно Да Рыса красная Раз Два Три Ну Так Патроны кончились Стингер Иди работает Я не понимаю Почему у меня Не сработало Класс Там было яда Столько Что Как-то уклониться Шансов Особенно не было Мы ее убили Быстро Очень быстро Дамаг шикарный Если вторая паза Не будет красной Будет шанс И стингер По-моему У нас Дамаг Шикарный Я не знаю Почему Стоять же надо Когда он Кидает Сюрикены У меня не получается Окей Крыса не красная Это есть Гуд Не рискуем Р2 Дамажит Хорошо Вроде бы Вроде бы Он особо Не тупит У нас есть Еще одна пустышка И у нас есть Богохульство Блин У нас есть Большая шишка Которую я буду Использовать Типа как Такую Импровизированную Пустышку Раз Два Три Перекат У нас кстати Кровавая брошь Я не понимаю Почему она Нас не хилит О Она только что Нас похилила Молодец Кровавая брошь Няшка Джонсонс Бэйби Просто сказка Джонсонс Бэйби Нищит ли В глазки У крысы Нет глазок Она Видит А почему мы Целый Один дамаг Только что получили У нас было Полтора сердца Я не понимаю Куда у нас Делать здоровье Капец Профтыкал Пустышку Все Профтыкал Всю жизнь Профтыкал Ну мы попробовали Я не понял Как я там Целое сердце Потерял Вроде Вроде Не должен был Но почему то мы Я помню Я смотрю У нас полтора сердца Потом мы получаем Дамаг У нас становится Один сердце То есть красненький Видимо маленький Этот был Робот проклятый Каааа Надеюсь вам понравился Этот забег Если это так То нажимайте на кнопку Лайк Это будет огромная помощь Хотите смотреть еще Конечно подписывайтесь И нажимайте на колокольчик Ну а я благодарю вас За то что вы смотрели Это видео И увижусь обязательно с вами В следующий раз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok